Кай Шеффилд Кай Шеффилд. Государственные криптовалюты. Главная тенденция десятилетия. По мнению руководителя криптовалютного направления Visa, государственные криптовалюты могут стать одной из самых важных тенденций ближайшего десятилетия, так как их популярность продолжает расти. Руководитель криптовалютных проектов платежного гиганта Visa Кай Шеффилд написал в Твиттер, что по мере того, как правительство изучает государственные криптовалюты, тот путь, которого они решат придерживаться, будет иметь серьезные последствия для конфиденциальности, денежного суверенитета, геополитики и доступности финансовых услуг, а также глобального принятия цифрового доллара и биткоина. Он отметил, я бы сказал, что государственные криптовалюты – одна из самых важных тенденций в сфере денег и платежей на ближайшее десятилетие. Независимо от чего-либо личного мнения о том, хорошо это или плохо, реальность такова, что глобальный интерес к ним не исчезает. Он также добавил, что если раньше интерес к государственным криптовалютам ограничивался периодическими статьями от аналитиков, то сегодня постоянно выходят новые исследования, посвященные концепции и проведенные крупными финансовыми организациями. В качестве одного из примеров он привел недавнее исследование Центрального банка Канады. В документе специалисты Банка Канада утверждали, что доказательства с нулевым разглашением и подобные технологии слишком молоды для того, чтобы полноценно использоваться для создания государственных криптовалют. Кроме того, Центральный банк Швеции недавно изучил потенциал четырех разных моделей государственной криптовалюты для местного рынка и опубликовал результаты исследования. Также о государственных криптовалютах неоднократно высказывались и представители крупных международных финансовых организаций. В мае представитель Международного валютного фонда Томазо Манчени Грифоли заявил, что государственные криптовалюты, выпущенные в партнерстве с частными компаниями, сделают доступными инновации в розничных платежах. Центробанк Шри-Ланки начал разработку платформы на базе блокчейна для идентификации клиентов. Центробанк Шри-Ланки выбрал три стартапа, которые приступили к разработке доказательства концепции POC системы идентификации клиентов в банковском и государственном секторе. Центробанк намерен создать механизм на базе блокчейна, который позволит государственным органам, банкам и финансовым организациям безопасно обмениваться данными о клиентах на территории всей страны. Директор отдела платежей и расчетов Центрального банка Шри-Ланки Ди Кумаратунге сообщил, что ранее банк пригласил фирмы по разработке программного обеспечения, которые готовы принять участие в работе над национальным проектом. Банк получил 36 заявок от местных и международных организаций, из которых уже отобраны три подходящих кандидата. Кумаратунге не обнародовал названия выбранных фирм, однако сообщил, что одной из них является иностранная технологическая фирма. Разработка новой платформы займет от 6 до 9 месяцев, при этом фирмы будут работать над проектом бесплатно. Когда работа над POC будет завершена, Центробанк Шри-Ланки протестирует платформу совместно с Национальным платежным советом страны и несколькими местными банками. Кумаратунге ожидает, что блокчейн ускорит регистрацию новых клиентов, снизит административные расходы и расширит доступ к финансовым услугам в стране. Напомним, что в ноябре прошлого года группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег представила черновик руководства по цифровой идентификации для государственных органов и регулируемых субъектов, чтобы обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это руководство также относится к компаниям, работающим в области криптовалют и блокчейна. Банк Японии начинает эксперименты с цифровой иеной Банк Японии объявил, что начнет эксперименты с цифровой валютой Центрального банка CBDC, чтобы проверить ее выполнимость с технической точки зрения. Банк Японии хочет оцифровать наличные деньги, но еще неизвестно, сможет ли Япония догнать Китай, который уже начал тестировать свой собственный CBDC. Это первый раз, когда Банк Японии объявил, что начнет процесс проверки концепции POC с цифровой иеной, но банк еще не обнародовал точный график. В отчете под названием «Технические препятствия для CBDC» банк заявил, что проверит осуществимость CBDC с технической точки зрения, будет сотрудничать с другими центральными банками и соответствующими учреждениями и рассмотрит возможность введения CBDC. В феврале появились новости о том, что Центральные банки Великобритании, Еврозоны, Японии, Канады, Швеции и Швейцарии объявили о плане сотрудничества в исследовании эмиссии цифровых валют. Основные препятствия Банк Японии считает, что есть два основных технических препятствия – универсальный доступ и устойчивость. Первый относится к обеспечению доступности для всех, в том числе без смартфона. Удивительно, но по данным Nikkei, по состоянию на 2018 год только 65% японцев имеют смартфоны. Банк сказал, что важно, чтобы CBDC был доступен для широкого круга пользователей. Устойчивость относится к автономной доступности при отключении электроэнергии. Банк Японии подчеркнул важность доступности в любой среде, даже в чрезвычайной ситуации, такой как землетрясение. Цифровая иена и блокчейн Банк Японии рассматривает вопрос об использовании блокчейна для CBDC. Централизованная система обладает преимуществами большой емкости и высокой скорости транзакции. Но вся система может выйти из строя одновременно из-за существования единой точки отказа. В отличие от этого, CBDC на основе DLT могут преодолеть одну точку отказа и продемонстрировать устойчивость, но требуют большого количества времени для проведения транзакций, поскольку сети блокчейна требуют консенсуса между несколькими валидаторами. Как централизованные, так и децентрализованные типы имеют свои плюсы и минусы. В случае массовых транзакций для случаев розничного использования в развитых странах лучше принять централизованный тип. В случае, когда сумма транзакций ограничена и устойчивость и будущая возможность являются приоритетными, есть возможность рассмотреть децентрализованный тип, отметили в банке. По сообщениям, в апреле цифровой юань Китая был протестирован в городах Шэньчжэнь, Чэнду, Сучжоу и Сюнган. Стартап Zapp и Visa выпустят платежную карту для биткоин-платежей. Разработчик популярного Lightning кошелька ZappWallet Джек Малерс сообщил о начале открытого бета-тестирования продукта Strike. С его помощью пользователи смогут осуществлять платежи в биткоине через прямые банковские переводы. Мы присоединились к программе FinTech FastTrack от Visa. Она подразумевает ускорение интеграции с блокчейн-стартапами и предоставление ее участникам ресурсов и поддержки на каждом этапе, сообщил Малерс в интервью. Основной задачей на этот год в Zapp ставят запуск карты Strike для пользователей потребительского приложения и интеграцию в него сервиса быстрых платежей Visa Direct. В этом году участником программы FastTrack стал стартап Fold, который анонсировал выпуск дебетовой карты Visa для получения кэшбэка в биткоинах. Помимо этого, существует выпущенная Coinbase дебетовая карта, позволяющая расплачиваться криптовалютой. Какой вариант будет предложен держателям карты Zapp, неизвестно. Малерс планирует конкурировать с приложением CashUp от компании Square, Джека Дорси и картой Coinbase за счет более низкой стоимости. В Strike у пользователей появится уникальное доменное имя, которое они смогут использовать для отправки биткоинов, просто сканируя QR-код. Похожий сервис под названием Ethereum Name Service создан в экосистеме второй крупнейшей криптовалюты. Strike не является криптокошельком и будет конвертировать биткоины в доллары на стороне сервера для зачисления их на счет пользователя. Это позволит переводить биткоины любому человеку, владеющему картой или счетом в американском банке, а также перенести налоговые обязательства по конвертации на посредников. Предусмотренный в Strike публичный идентификатор не будет связан с адресом биткоин-кошелька. Ответственность за управление ими ляжет на плечи стартапа. Таким образом, можно будет, например, отправить перевод создателю контента, не раскрывая персональные данные друг к другу. В Visa подтвердили информацию о работе с ZAP, но не предоставили пояснения. Напомним, накануне биржа Binance подтвердила запуск криптовалютной дебетовой карты в партнерстве с Swipe. Информация об этом появилась на официальном сайте компании, но позже исчезла. Ассоциация юристов округа Колумбия одобрила принятие платежей за юридические услуги в Вашингтоне в криптовалютах. По сообщению Bloomberg, работающие в Вашингтоне юристы получили право принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои услуги, как заявила Ассоциация юристов округа Колумбия в своем этическом заключении. Ассоциация признала волатильный характер криптовалют и отметила, что справедливость такого механизма оплаты по отношению к клиенту должна оцениваться на момент платежа. В заключении отмечается, что налоговая служба США рассматривает криптовалюту как собственность, а не валюту для целей налогообложения, и соглашается с тем, что оплата в криптовалюте больше похожа на оплату товаром, чем на оплату в фиатной валюте. Юридические фирмы США все чаще принимают криптовалюты в качестве оплаты за услуги, несмотря на риск и волатильность, связанные с рынком. Ассоциация юристов Северной Каролины, Небраски и Нью-Йорка ранее выпустили консультативное заключение в пользу принятия криптовалют в качестве метода оплаты. Согласно этическим нормам, гонорары юристов должны быть разумными, но они не исключают возможность принятия потенциально волатильных активов в качестве оплаты. Примеры такого платежа включают корпоративные акции, имущества и криптовалюты. Юристы, принимающие авансовый платеж в криптовалюте, подчиняются правилу этики 1.8.А, которая требует разумного согласия с условиями, объясненными клиенту в письменной форме и справедливыми для него. По мнению экспертов, когда речь идет о соглашениях по этим платежам, условия могут включать четкое объяснение того, как клиенту будет выставлен счет, меняет ли рост цены криптовалюты обязательства каждой из сторон и кто возьмет на себя комиссию за перевод криптовалюты. Клиент также должен иметь возможность обсудить сделку с другим юристом, а адвокат должен получить письменное информирование согласия клиента на платеж. Юристы, принимающие оплату в криптовалюте за будущую работу, должны быть знакомы с технологиями защиты виртуальной собственности клиента, поскольку адвокат будет хранить все авансовые платежи, что требует от юриста понимания технологии защиты криптовалют от кражи. В заключении ассоциации говорится, криптовалюта в конечном счете просто относительно новое средство передачи экономической ценности и правила достаточно гибкие, чтобы обеспечить защиту интересов и имущества клиентов, не отказываясь от технологических достижений. Криптовалюты все чаще принимаются для оплаты различных сборов. В начале года власти Цермота, муниципального округа Швейцарии, разрешили платить налоги в биткоинах при поддержке швейцарской криптовалютной компании Bitcoin Suisse. Прошлой весной законодатели американского штата Калифорния представили законопроект, предлагающий разрешить компаниям, производящим и продающим марихуану, платить налоги с помощью стейблкоинов. На Deutsche Börse запущен Metaverse на биткоин. На немецкой фондовой бирже Deutsche Börse запущен третий криптовалютный Metaverse. Компания 21Shares, ранее ОМУН, запустила Metaverse на биткоин на электронной торговой площадке Xetra. Metaverse на биткоин был одобрен на этой неделе для листинга на Xetra, электронной торговой площадки немецкой фондовой биржи Deutsche Börse. Листинг на Xetra не только укрепляет наши нынешние позиции в Германии, но также открывает доступ к криптовалютным продуктам институционального уровня для более широких европейских и международных рынков, заявил управляющий директор 21Shares Лорен Ксис. Deutsche Börse Group имеет две торговые площадки – Xetra и франкфуртская фондовая биржа. Вместе они считаются третьей по величине торговой платформой в Европе, после лондонской фондовой биржи и Euronext. В прошлом месяце на Xetra появился другой Metaverse на биткоин, стикером BTC, запущенный британской компанией ETC Group. Напомним, что в начале года 21Shares запустила на швейцарской фондовой бирже финансовый продукт для трейдеров, который прогнозирует падение цены биткоина, обратный Metaverse на биткоин. В прошлом ноябре компания также запустила на швейцарской фондовой бирже Metaverse на Tezos, а в октябре на Sixx был запущен Metaverse на Binance Coin и проведен листинг Metaverse на биткоин и эфириум. К этому времени на бирже уже были представлены Metaverse от Amun AG на основе биткоина, лайткоина, биткоин кэш, эфириум, XRP и двух составных продуктов. Кроме того, в декабре Amun получила одобрение от Управления по финансовому надзору Швеции на продажу криптовалютных Metaverse розничным инвесторам в ЕС. BHP Group, одна из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, продала железную руду на 14 миллионов долларов США с использованием платформы на блокчейне. Сделка по продаже полезных ископаемых совершена между BHP и фирмой China Baowu Steel Group, подразделением китайского сталилитейного концерна China Baoshan Iron & Steel Baostil. Транзакция на сумму 14 миллионов долларов США проводилась через платформу на базе блокчейна, разработанную канадской технологической компанией Mindhub Technologies. Директор по торговле и маркетингу BHP Михаил Ховерс пояснил, что фирма применила блокчейн для цифровой обработки условий договора, обмена документами, а также просмотра данных о грузе в режиме реального времени. BHP планирует внедрять блокчейн для эффективной и ускоренной обработки документации при совершении дальнейших торговых сделок на товарно-сырьевых рынках. По мнению Ховерса, любые компании, отправляющие массовые грузы в больших объемах, рано или поздно перейдут на использование новейших технологий, так как они значительно сокращают время и затраты на дело производства. Баустил не впервые использует технологию распределенного реестра. В мае фирма уже проводила транзакцию международного аккредитива в юанях с австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto через платформу торгового финансирования Contour. В феврале прошлого года BHP Group удалось успешно протестировать технологию совместно с японской транспортной компанией NYK. Блокчейн эффективно используется торговыми фирмами для управления накладными и другими транспортными документами. Так, в апреле авиакомпания AirAsia Teleport запустила платформу Freight Chain, чтобы упростить процесс подтверждения и отслеживания грузовых авиаперевозок. В том же месяце шанхайский международный порт SIPG, Costco, Tesla и компания CargoSmart начали тестировать платформу на блокчейне для отслеживания корабельных грузов.